Самое нестандартное прохождение Skyrim Special Edition начинается! Всем привет! Меня зовут Сагирой Иван, это мой канал Мистер Гэт! Поехали! Ну что, друзья, наконец-то, наконец-то, самое нестандартное прохождение Skyrim Special Edition, и я выпускаю первую серию. Сейчас я вам всё расскажу. Ой, у многих будет бомбить! Простите за лишние эмоции. Получается. Ну что, ребят, я буду играть своим котиком Джо Дуром, он прямиком с Моровинда. Вот такое вот деяние. И в любом случае я буду проходить на... на... новичке. Ой, чувствую, сейчас полетят комментарии! Спокойно, спокойно. Но режим выживания. И сейчас я вам объясню, как это будет всё прохождение. Друзья, я буду проходить Skyrim Special Edition, не повышая уровень. Да, чёрт подери, у меня в животе что-то там заиграло. Без повышения уровня, без брони, без магии, без торговли. Только хилки, только вещи, которые пассивно улучшают какие-то характеристики, только щит, который защищает напарники. Вечно умирающие напарники на сложности новичок и друзья. Я не знаю, я давно уже хочу такое прохождение запустить. Наверное, одно из самых нестандартных я в Ютубе ещё такого не видел. Не знаю, как оно пойдёт. Не знаю, что будет в комментариях. Как вы меня поддержите, друзья? Мне кажется, понятно, в начале будет изи, потому что Каджит наносит огромный урон кулаками. Огромный оказывается. Смотрите, если мы зайдём в активные таланты. Ой-ой-ой, уже голод. Холод уже опустошённый. Холод приятный. Когти. Когти наносят на 15% больше урона. Но, друзья, понимаете, раньше мне рассказывали, что у всех персонажей 10 урона с кулака, а у Каджитов как бы плюс 5. Нет, ребята. Нет, у Каджитов на... Не так. У Каджитов в 4 раза. В 4 раза больше урон, чем у всех других персонажей. Я даже не знаю, сколько это у других персонажей. 5 урона. Нет, это в 3 раза. 2,5, 3 урона. Короче, вот такая вот фишка. Вот такой... Ой, стоять. Не-не-не-не-не-не. Никакого разрушения. Никакого, друзья, разрушения. Тепло стало. Таким образом, что самое ценное, что я могу брать, это какая-то одежда. Золото мне не нужно, потому что я не могу ничего покупать. Самое ценное, друзья, это зелье Это хилки Книги тоже там не нужны, подождите По-моему, тут какого-то персонажа Деяние мага Была карта Или я что-то путаю, или уже забрал Он где-то здесь был Вот У меня, конечно, в голове есть мысли, как проходить Но я не представляю, как я буду с фалмерами Они на первом уровне просто разваливают Просто-напросто всех И все разваливают В пух и прах, понимаете И как это все будет Но я пока не знаю Так Книги Стоп А где он? Я, короче, так увлекся, что забыл, где завалил Еще одного разбойника, ага Вот он И у нас карта сокровищ Давайте ее заберу Стоп Я, короче, друзья, на таких эмоциях, что Ха-ха Буду сейчас тупить Очень тупить Очень Вот вы сами подумайте Какие вещи, которые не добавляют броню Которые добавляют тепло И какие-то характеристики мне будут полезны На самом деле в Скайриме единицы таких вещей Единицы Ну сейчас порассуждаем, в принципе Давайте сейчас зайду в книги И мы нашли карту сокровищ Ага Находится наше сокровище в дереве Это, я так понимаю, Ривервуд Но, в принципе, все понятно Ривервуд И перед входом через речку Сейчас найдем Пока еще не сильно проголодался Камни-хранители, конечно, те три мне не подходят никак Потому что они повышают уровень при прокачке А мы И качаемся Мы полностью, черт подери Ломаем систему Конечно, на выживание это будет сложнее Потому что тут более сложные, сильные стали болезни В любом случае Сначала мне нужно взять, как всегда, камень Леди Который повышает реген жизни и выносливости Также, по-моему, кольцо на миры Очень хорошо мне зайдет Потому что они повышают броню Переносимый вес Вау Черт, что я так испугался их Переносимый вес, по-моему, увеличится Но в некоторых локациях я, например, не смогу пройти Мне нужны будут отмычки Открывать замки Но я, знаете, как обойду это все Я буду брать с собой напарников И они будут бесплатно мне открывать разные Разные Двери Еще, конечно Блин, удочки Сто процентов разработчики хотели Добавить их Но потом подумали, зачем Это ненужная механика Может быть, потом The Elder Scrolls 6 добавят Ясное дело, что Мы не сможем начать такие вот Дополнения, как Дангард и Драгонборн Они начинаются только после 10 уровня Только после 10 я смогу их начать Ну, понимаете Возможно, я буду повышать уровень Но очень медленно Мне хочется пройти сначала главный квест Вообще не повышая уровень Вообще Меня фалмеры порвут Меня просто фалмеры порвут Как тузик грелку Или я не знаю Как она будет Щитом защищаться нельзя Если будем защищаться Он будет у нас качаться А драконов Будем щитом защищаться И в этом мне прекрасно помогут Я использовать буду Клуб творчества Да Берем знак леди О, чёрт Да, друзья Я такое прохождение Ещё Никогда не делал Когда-то давно Давно-давно Я что-то пытался Но, честно говоря Меня разваливали Я ещё на то время Не знал, что Есть коджиты Привет Купайся Так вот Сейчас мы пойдём Найдём сокровище Самое ценное В этой игре Это то, что Мне нужно брать Хилки Хилки Они просто на весь Золото становятся Потому что Купить я их не могу Если я буду покупать У меня будет качаться Красноречие Если я буду использовать Магию восстановления У меня будет качаться Магия восстановления Будет качаться Всё Это всё не будет работать То есть я хочу без этого Понимаете Торговля нам не нужна Теперь лишний хлам Мы не будем носить Мы будем носить Только еду И какие-то вещи Которые не повышают нам Характеристики А добавляют тепло Вот смотрите Одежда Тепло 17 Тепло 17 Также можно одеть По-моему на ноги Что-то Тепло 13 Доспехи 0 Одеяние Ой-ой-ой Слушайте Тепло 27 Даже если не буду использовать Всё равно это намного теплее Чем моё Я возьму Или тёмное одеяние Нет Давайте с клуба творчества Возьмём Вот это синенькое Не буду использовать Но тем не менее Уже теплее Уже будет комфортней Так что застрял Уже будет комфортней Блин Дальше Дальше конечно же Было бы круто Получить одеяние Мирака Потому что У одеяния Мирака Нет брони Но есть Невероятный Спел Это как обратка То есть Если вас бьют То шипы Наносят урон То есть Это против Много врагов Будет Очень Крутой бонус Очень крутой бонус Также Счит Разрушитель заклинаний Это будет очень круто Я буду его прятать Знаете На быстрый билд Поставлю Против криков Дракона То есть 50% Соответственно Мне по любому Нужно брать Камень от Ранаха Потому что 50% Промахов От магов Мне очень нужны Очень Очень Друзья Невероятно Нужны И хилки 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 Будем брать Везде хилки Будем воровать Хилки Конечно воровать Не получится Потому что В скрытности У меня уже Кстати Тут персонаж Он Да Он дает нам Огромную секиру Кстати Для первого уровня Ребят Очень круто Заметка охотника За сокровищами Ладно Это не надо Не надо Не надо В принципе Как говорится Угу Из пуга Но это оружие Нам Не пригодится Так Стоп Где-то должно быть Большое дерево Корень большого дерева И там Будет сокровище Немножечко дальше Так вот Друзья Так вот Представляете Вещи Которые Не добавляют броню А добавляют Только характеристики Конечно же Корона Теревая корона Становится Просто чем-то Незаменимым В этом Прохождении Но Интересно На первом уровне Можно получить По-моему Можно По-моему Друзья Можно Ага То есть Вот наш Ривервуд Вот это Дерево Если мы сейчас Посмотрим еще На карту Сокровищ Туда Да-да-да-да-да-да Видно дерево И внутри дерева Должен появиться Сундук Сундук появляется Только тогда Когда мы Находим Карту Друзья Есть Не нужно Не нужно Не нужно Ну Получается Недавно Недавно В Ривервуде Если Ищешь Работу Поговори С ходом На лесопилке Ральф Рассказал Что ты можешь Мне помочь Ралф Откуда Ты его знаешь Он мой друг Если ты И вправду Друг Ралф Я с радостью Помогу Но расскажи Все-таки Как вы с ним Познакомились Дракон Напал На Хелген И бла-бла-бла Дракон В Хелгене Не может быть Хотя Теперь понятно Что я видела Он летел Над долиной С юга Да Я-то подумала Что мне просто Привиделось Это был дракон Не знаю Но Я почему-то Тебе верю У тебя такой вид Будто за тобой Вправду гнался Дракон Все идет Хуже некуда Сперва война Теперь драконы Куда катится Этот мир Надо сообщить Ярлу Что в округе Объявился дракон Ривервуд Беззащитен Нужно сообщить Ярлу Балгруфу Вайтран Чтобы он прислал Братишка Мара милосердная Как же я рада Тебя видеть Но разве Тут для тебя Не опасно Имперцы Не станут Я рада Я уже говорила Рада буду помочь Чем только смогу Бери все Что нужно Чилочки Друзья Еда Нам пригодится И очень Очень пригодится Особенно соль Потому что С помощью соли Готовится Большинство Еды Лишнее Мы Мы Ничего не украл Просто забрал Лишнее Мы брать Не будем Тут Если мы Полазим По этим бочкам Можно Находить Разные продукты Дракон Я видела Дракона По моему Это Там дофига Какого-то Барахла Которого Мне не нужно Доспехи 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 Нам не нужны Эти деяния Мы Хотя кое-что Можно сохранить Для наших напарников Если мы будем Находить Что-то крутое Просто Напросто Им Отдавать Я тут Лишнее Выброшу Ребят Не против Меховые Сапоги Это я Ставлю Колечко Можно Ставить На принципе Продавать Мы его Не будем Если что Потом Выбросим Алхимию К сожалению Нет Только Те зелья Которые Будем Находить Можно Будет Использовать По Защите От магии Или Еще Каких-то Стихий Так Ну что Давайте Что-нибудь Приготовим Тут Насколько Я помню Была Соль Да Сейчас Я Приготовлю Несколько Блюд И мы С вами Не будем Задерживаться Отправимся Дальше Только Нужно Будет Немножечко Поспать Зелье Купца Зачем Мне Это Зелье Монеты Тоже Мне Зачем Оу Головной Бор А ну Кодати Ка Я Примерю Его Одежда Она По-моему Не Добавляет Никакой Брони Но Тепло 18 Ой Какая Бандана Вы Посмотрите Черт Никогда Не Использовал Теперь Как говорится Она Пригодится Я Как будто Какой-то Ладно Ладно Не Будем Отвлекаться Запас Сил Хилку Возьму Мед Сыр Камень Душ Как бы Ну Я Еще Не Все Продумал Друзья Если Что В ходе Этих Действия Жареное Готовое Мясо Конечно Заберу Ну Думаю Уже Можно Готовить Что-то Немножечко Хлеба Возьмем Потому Что У нас Как бы Инвентарь Теперь Чисто Для еды В основном Чисто Для еды И Нужно Будет Лишнее Повыбрасывать Наконец У меня Не будет Дофига Разного Хлама Вы же Голодны Я Проголодался И Нам нужно Что-то Приготовить Это нет Лучше Суп Вот Картошкой Есть Вот Тебя На Овощной Суп Нам Не Нужна Соль Но Он Восстанавливает Конечно Не так Много Ну И В принципе Все Отлично Давайте Сохранимся Потому Что Хоть Сохраняться Тут Мы не сделали Такой Хардкор Хардкор Режим Как Fallout 4 Может Это слишком Сложно Там же Надо Еще Как бы Спать И только Когда ты Спишь Тогда И Сохраняйся А может Режим Выживания Обновят Потому Что Все Модификации Которые Используются В клубе Творчества Обновляются Что-что Не Понял А Конечно Я Лег спать И не Поел Красавчик Красавчик Что сказать Пища 10 Вот Лучше Давайте Пока Сидим Там Сыр Например То Что По чуть-чуть Восстанавливает Все Отлично Все Хорошо Ну что Теперь Можно Как говорится Бежать Дальше Вначале Конечно Будет Просто Изи Ой Холодно Звездочка Точнее Снежинка Покажет Что Прохладненько Не знаю Друзья Не знаю Как вы Оцените Это Прохождение Не знаю Как вы На это Все Отреагируете Потому что Ну Это Странно Да Это Странное Прохождение И Я Такого Еще Ни У кого Не Видел Я Как говорится Буду Первым Черт Ночью Конечно Бегать Не очень Выгодно Не Очень Потому что Холодно Мы Замерзаем Мы Сейчас Побежим Наверх И там Замерзнем Зайчик Привет Вот Так Волк Че то Он Убежал Он наверное Понял Черт Как он Проходит Как он Не повышает Угры Он без Брони А нет Он просто Бежал Да Конечно Вначале Будет Все Изи Бризи Потому что И так Очень Легко Очень Легко Но если Ты еще Не повышаешь Уровень Вначале Это будет Просто Легенькая Прогулочка Я не знаю Конечно Как еще Против Дракона Эта Легенькая Прогулочка Будет Действовать Ребят А вот Если Просто Простой Щит Без Каких-то Либо Зачарований И мы Защищаемся От Дракона То Она дает Защиту Или нет По-моему Никакую Не дает Или все-таки Какую-то Дает Вот Напишите Если вы Знаете Ребят Напишите Вайтран Привет Так Ну что Сейчас Будет Разбираться С Великаном По-моему Да Да Где-то там Он будет Вот Какие Еще Артефакты Нам Послужат Диадема Ученого Нет Она Добавляет Броню Обручи Обручи Не добавляют Броню И Нужно Будет Искать Какие-то Обручи Которые Нейтрализуют Яды Яды Это Магия Соответственно Камень Антаранаха Уже 50% Будет Нейтрализовать А можно Взять Твою Дубину Ладно С этим Разобрались Без Тебя Конечно Нет Но Настоящий Воин Только Обрадуется Возможности Сразиться С Великаном Тогда Я пойду Если Если я буду Играть За оборотня Получается Мне нельзя Будет Качать Оборотня Хотя Если мы Качаем Оборотня То Уровень Не качается По-моему Классно Да Если мы Играем За оборотня Или за Лорда Вампира То Уровень Не качается Мы только Оборотня Не качаем Хотя С другой Стороны Как бы Тоже Нечестно Да Если я Оборотня Прокачаю Буду играть На новичке Я по-моему Всех Буду Разваливать Буду Разваливать На изи Потому что Даже на легенде Если использовать Разные кольца Артефакты И прокачать Вервольфа Он просто Всех Рвет Кроме Отдельных Случаев Конечно Если такое чудище Явится Стой И за драконов Город закрыт Проход только По официальной Надобности Ривервуд Тоже в опасности Скорее проходи Ярла Найдешь В драконием Пределе Это на вершине Холма Если я не буду Использовать Убеждения То Интересно Красноречие Будет качаться О Тут уже тепло Хотя странно Ночь Красноречие Секунду Это у нас Зеленый знак Нет Не качается Отлично Главное Не использовать Разные убеждения Черт Это конечно Будет нелегко Друзья Полностью Без брони А драурги Тут бывают Такие драурги Даже на первом Уровне Которые С эбонитовым Оружием Черт Они меня будут Ваншотить Просто Мне же страшно Друзья Что будет дальше Просто страшно Я думаю Все будет нормально Возможно Сначала попробуем Главный квест С Алдуином Конечно же Пройти Тут холодно Я просто греюсь Просто греюсь У меня новость Из Хелгена Ну тогда понятно Ну почему Стража тебя пропустила Идем Ярл хочет Лично поговорить С тобой Привет Так значит Ты свидетель Нападения на Хелген Да Правда Ты Очень открыто Говоришь о своем Преступном Прошлом Мне плевать Кого там Хотят казнить имперцы Особенно Теперь Я хочу знать Что именно Произошло В Хелгене Хелген Уничтожен Дракон Жег его Дотла Во имя Из мира Айрилет Была права Что скажешь Теперь Про Вентус По прежнему Будем надеяться Что стены Защитят нас От любой беды Даже от дракона Мой господин Нам немедленно Следует Послать войска В Ривервуд Если этот дракон Прячется в горах Они в страшной опасности Он решит Что мы переметнулись К Ульфрику И пошли на него Войной Довольно Нам не следует Я не намерен Сидеть сложа руки Пока дракон Жжет мои владения И убивает Моих людей Айрилет Немедленно Напраг Отряд В Ривервуд Да Мой ярл Прошу меня простить Я вернусь К своим обязанностям Это будет Лучше всего Молодец Весьма разумно С твоей стороны Было проявить Инициативу И найти меня Вайтран у тебя В долгу И я этого не забуду Вот Прими этот скромный Дар в знак Мои признательности Стальная броня Ты еще кое-чем Можешь мне помочь Для этого пригодятся Наверное Идем Найдем Фаренгара Моего придворного Чародея Пойдем Он занимается Вопросами Связанными С драконами И слухами Да Он должно быть Имел ввиду Мое исследование Драконов Да Мне нужна помощь Чтобы кое-что Добыть Ну Когда я говорю Добыть Я имею ввиду Полезть в опасные Руины В поисках Каменной скрижали Которая может быть Там лежит А может и не лежит Хорошо Сразу к делу Да Никаких зачем И почему Мне это нравится Я все знаю И мучаются Всякими вопросами Верно Знаешь Раз у тебя есть Способности Советую посетить Коллегию магов В Винтерхолде Спасибо Но она Нам Не нужна А я бы посмотрел У тебя Какие-то Вещички Типа Каких-то хилок Что-то есть Или нет Только денежки Увы 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 Ребят Тут же по-моему У них кухня есть Так Давайте сохранюсь Я точно не помню Можно ли сейчас У них все брать Чесночок Привитик Можно Можно Если оно Тут чешу Вот так Наверх Вода Все что нужно Для приготовления Какого-то блюда Три соли Отлично Так что Сейчас мы Наверное И затаримся Главное Ничего не украсть Лишнего Так Помидорки Чесночок Господи Да тут Все что нужно Как всегда Миску Сколько морковки Сапоги Тепло 24 Это круто Смотрите У меня просто Майер ванны 13 Еее Я нашел Артефакт Богатые Сапоги Друзья Тепло 24 И Я их Заберу Так Забрали Забрали Хлеб Сыр И Будем готовить Я думаю Нормально Так приготовлю Сейчас Потому что Нам предстоит Отправиться В холодные края В очень 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 Холодные Ого Сколько всего Похлебка Соленины Стейк Мамонта Ого Соль нужна Вес Кстати он весит 2 килограмма Зачем Если я могу Приготовить суп Который весит 0,5 Так что Томатный суп С удовольствием Скушаю Томатный суп Также Овощной Сделали И Все Как быстро Да Из-за того Что соли нет Соль Говорится Один из самых Важных Ингредиентов Не подумаю Не подумаю Эх Начнется Там Друзья Ой Начнется Хотя бы Не замерзнуть Потом Не умереть Потом Будет Паук С ядом Мне бы Конечно Взять Талант Сейчас Сразу Отправиться В далекое Путешествие И забрать Талант И вот Недостаточно Золото Вот Зачем Золото Вот Зачем Мне Золото Золото Нужно Потому что Мы будем Поклоняться Богам И Это Будет Нас Лечить Если мы Заболеем Так что Золото Мы Забираем Я Что-то Сначала Не забирал Думаю Зачем Почему 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 Ладненько Друзья Ладненько Черт Ладно Только за Того Что Я сейчас На первом Уровне В самом Начале Там Не должно Быть Сложное Но По-моему Там Будет Что-то Сложное Камень Атранаха Мне бы Сейчас Очень Хорошо Помогал Невероятно Хорошо Потому что В игре Далдерскроуз Все Яды И По-моему Может быть Даже И болезни Это Все Относится К магии Соответственно Если У нас Камень Атранаха Поглощение То У меня Будет Шанс 50% Поглотить Яды Поглотить А у всех Фалмеры Яды На оружие Поглотить Болезни Возможно За счет Болезни Если что Напишите Ину И магию 50% На то Что Напросто Мы Поглотим Магию Она Совершенно Не несет Нам Урона И Ребят Это Нифига Себе Какое Преимущество Это Огромнейшее Просто Преимущество Так что Наверное Я отправлюсь В долгое Путешествие До Камня Атранаха Ну Ладненько Ставьте Лайк Подписывайтесь На мой Канал Комментируйте Друзья Все Продолжение Следует